здравствуйте уважаемые зрители и подписчики канала fpv мозг прошло полгода с того момента как ко мне прибыл квадрокоптер фиме x8 se за это время фиме показал себя как надежный и качественный девайс который не уступает по характеристикам квадрокоптером компании джай за полгода интенсивного использования x8 se у меня сложилось железное мнение по данному квадрику я решил сделать повторный обзор в данном видео я не буду затрагивать технические характеристики пройдусь лишь по плюсам и минусам начнем с плюсов качество видео начнем с того что квадрокоптер заточен только под 4к съемку в отличие от мэвик про камера фиме дает более детализированную картинку в режиме 2к и 1080p процессор дрона некорректно кодирует видео из-за чего на выходе мы получаем мыльную картинку данный недостаток фиме до сих пор не пофиксили поэтому новичкам лично я советую снимать только в 4к разрешение для того чтобы монтировать 4к видео необходимо владеть достаточно мощным пк но не стоит расстраиваться если у вас ноутбук или компьютер офисного класса ведь дрон параллельно пишет на карту памяти прокси файлы подробное видео по работе с прокси файлами есть у меня на канале ссылку на видео я оставлю в описании стабилизация видео фиме x8 se оснащен продвинутым трехосевым подвесом дающим невероятно плавную картинку даже при выполнении сложных маневров в отличие от подвеса мэвик про подвес фиме не подвержен тряски и вибрации за счет продуманного расположения демпфера внешний подвес имеет сходство с подвесом мэвик эйр за полгода интенсивного использования x8 se подвес ни разу меня не подводил что несомненно радует на форумах люди часто жалуются на завал горизонта но эта проблема решается калибровкой подвеса на идеально ровной поверхности решение проблемы я покажу в конце видео качеством стабилизации лично я доволен длительность полета дрон оснащен трехбаночной литий полимерной батареи емкостью 4500 миллиампер час по заявлению производителя дрон продержится в воздухе до 33 минут в реальных условиях дрон висит в воздухе не более 30 минут при отсутствии сильного ветра при агрессивном стиле полета батареи дрона хватает примерно 25 минут полноценного полета родной аккумулятор за полгода использования практически не потерял своей емкости контроллер пульт управления обладает продуманным и эргономичным дизайном благодаря матовым покрытию не скользит в руках раздвижная конструкция позволяет устанавливать смартфон или планшет диагональю до 20 сантиметров батареи хватает на 5-6 полноценных полетов кнопки активации записи видео и спуска затвора расположены удачно имеется четырехпозиционный джойстик миссии которого можно забиндить приложение в целом пульт сконструирован идеально и не вызывает никаких нареканий единственный недостаток отсутствие переключателя с gps на ati и кнопки активации спорт режима дальность и скорость полета максимальная дальность по заявлению производителя 5 километров в обзоре мне удалось отдалиться от home point на 4570 метров это отличный результат на стоковых антеннах скорость полета составляет до 16 метров в секунду в gps режиме и до 18 метров в секунду спорт режиме что несомненно обрадует любого профессионала или любителя больших скоростей скорости полетов и дальности управления у меня нет никаких претензий с плюсами разобрались переходим к минусам отсутствие ручных настроек камеры и это самый главный минус данного квадрокоптера в отличие от модели компании DJI FIMI программно не реализовали данный режим хотя переключатель софта на мануал присутствует яркость картинки регулируется через ii shift что не очень удобно что самое удивительное в фоторежиме ручные настройки экспозиции присутствуют и работают как надо возможно в будущем программисты FIMI внедрят ручные настройки но на данный момент приходится снимать в авторежиме отсутствие картинки на экране смартфона изредка при включении дрона не появляется картинка на смартфоне но отображается телеметрия и прочие данные лечится все это дело перезагрузкой дрона и пульта не является фатальным багом за полгода эксплуатации данный баг появился ноябре после обновления прошивки глюки с картами памяти для того чтобы снимать 4к видео с максимальным битрейтом нужно приобрести высокоскоростную карту памяти x8 se имеет программный баг при переключении разрешения записи видео дрон может начать писать видео кусками по 80 мегабайт или вовсе отказаться писать видео это критичный баг но есть решение данной проблемы данный баг возникает при использовании карт памяти 10 класса для того чтобы избавиться от надписи лоу спид нужно приобрести карту память сандис экстрим про и перевести дрон режим ntsk в данном режиме дрон пишет видео без ошибок по моим наблюдениям большинство ошибок с карты памяти возникает при режиме пел какую карту памяти я бы не вставлял квадрокоптер у меня ни разу не получилось писать видео без ошибок стандарте пел ставьте режим ntsk и забудьте о проблемах с картами памяти мыло на форуме for pda пользователи часто жалуются на мыльную картинку данная проблема является заводским браком если у вас присутствует мыло пишите техподдержку фими признает данный брак и высылает новую тушку в качестве компенсации фими вышли бонусный аккумулятор также на форуме есть инструкция ручной регулировки линзы завал горизонта также на for pda пользователи часто жалуются на завал горизонта для того чтобы избавиться от данного недуга нужно поставить квадрокоптер на идеально ровную поверхность и откалибровать подвес после калибровки горизонт будет идеально ровным плохие юсб кабели комплекте идут три юсб кабеля плохого качества родной микро юсб кабель вышел из строя спустя два месяца эксплуатации поэтому советую вам заранее прикупить запасные юсб кабели винетка по краям кадра при условиях плохой освещенности на видео будет присутствовать винетка для того чтобы избавиться от данного дефекта необходимо добавить инвертное винетирование не является фатальным дефектом обилизм кабель подвески петлю обилизм кабель обилизм кабель обилизм кабель От себя хочу добавить, что все минусы данного квадрокоптера нивелируются его ценой. Средняя цена квадрокоптера 500 долларов. За эту сумму мы получаем аппарат, ничуть не отстающий от дронов компании DJI. Интерактив. Хочу ответить на несколько вопросов, которые были заданы в дебютном ролике. Все вопросы соблюдены авторской орфографией. Есть ли программа-эмулятор для пульта, чтобы отработать управление на компьютере? К сожалению, эмулятор отсутствует. А можно ли докупить защиту для этого дрона? Да, сторонние производители выпускают свои варианты защиты лопастей. От себя хочу добавить, что защита лопастей снижает маневренность и повышает парусность квадрокоптера. Пользуйтесь защитой лишь тогда, когда это оправдано. А у этого дрона случайно нет функции управления жестами? Нет, данная функция отсутствует. Интерфейс у данной модели только на английском? На момент создания данного видео доступен лишь английский и китайский языки. При желании можно установить русифицированную версию приложения. Ссылку на приложение я оставлю в описании. На улице плюс два, но снимает очень нечетко. В чем может быть причина? Качество видео не зависит от температурных условий. Мыло и шум появляется при недостаточном освещении. Данным недугом страдает не только X8SE, но и некоторые дроны компании DJI. Есть ли у него фишка ограничения сигнала, как у Фантома, в зависимости от региона? Последнее обновление прошивки добавляет Enfizy-зоны. Если не обновлять прошивку, то можно летать где угодно без ограничений. Важно при этом не нарушать закон и не летать над запретными для полетов объектами. Как узнать последнее местонахождение дрона, если он пропал? Для того, чтобы узнать последнее известное местоположение дрона, достаточно открыть лог полета и просмотреть его. А как он по сравнению с Mi-Dron 4K? Абсолютно некорректно сравнивать данные модели, но мой голос за X8SE. Я летал на Mi-Dron и мне не понравилась дисторсия картинки, небольшая дальность и относительно неудобный алгоритм подключения смартфона к культу. Может ли надпись Low Speed отобразиться на качестве видео? Надпись Low Speed никак не влияет на качестве видео. Если у вас высокоскоростная карта памяти, не обращайте внимания на эту надпись. Если у вас карта памяти 10 класса или ниже, возможно, дрон будет писать видео кусками по 80 мегабайт. Советую не экономить на картах памяти и покупать самые дорогие и производительные. Как снять панораму? К сожалению, данная функция до сих пор не реализована. Какой максимальный объем карты памяти подходит? В инструкции 64 гигабайта, но люди ставили и 128 гигабайт. Какой максимальный по факту? Максимальный размер по факту это тот размер, который указан в мануале, то есть 64 гигабайта. Можно установить карту памяти 256 гигабайт и квадрокоптер прочитает ее без проблем. Но всю ответственность за работоспособность дрона и сохранение информации несет исключительно владелец квадрокоптера. У меня картинка мерцает, например, при темном освещении или при изменении окружающего света. Мерцание картинки вызвано частотой переменного тока в электросети. Скорее всего, у вас выставлен стандарт NTSK. Для того, чтобы не было мерцания, ставьте режим PL. Подскажи, пожалуйста, минимальные параметры смартфона для 8-й FIM-ки. Самый оптимальный вариант – Mi A2 Lite или любой другой смартфон ценовой категории выше 200 долларов. Финальная оценка – X8 SE. По 10-бальной шкале данная модель получает от меня заслуженные 6 баллов из 10. Благодарю вас всех за просмотр данного видео. Если вам понравился обзор, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Хочу выразить огромную благодарность моим зрителям за активность под моими роликами. Я ценю каждого зрителя и готов помочь советам непонятной ситуации. Если у вас есть срочный вопрос, пишите в WhatsApp. Всех с наступившим 2020 годом, дорогие мои подписчики! Субтитры сделал DimaTorzok